Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне Data Yoga по Tableau. Сегодня мы продолжаем работать с данными об олимпийских результатах за последние 120 лет. В качестве реализации будем использовать линейные и ариографики. Также тренируемся использовать различные агрегации и Quick Table вычисления. Давайте перейдем в Tableau. Как видите, я уже предварительно загрузил те же самые данные. Поэтому мы можем приступать к созданию визуализаций. Только хотелось бы сразу отметить, что автоматически Tableau создал такие поля, как рост спортсмена и вес спортсмена. Он положил их в измерения, хотя они должны быть в мерах. И с годом обратная проблема, он положил его в меры. Поэтому просто давайте поменяем местами, чтобы было затем в ловне пользоваться. Это достигается обычным перетаскиванием, либо через правую кнопку мыши. Вот таким образом. Теперь давайте ответим на каждый из вопросов, которые задаются в задании. Их всего будет тем... Начнем с первого. Какие олимпийские игры собрали наибольшее количество спортсменов? В данном случае мы должны перетащить игры в столбцы. И количество атлетов мы должны положить строки. Но у нас нет такого показателя. Это будет проще сделать с помощью дополнительного поля. Нажимаем правую кнопку мыши в свободном правом месте. Выбираем Create как Glated Field. Нажимаем нам... и после этого берем уникальные значения того... То есть мы считаем уникальное количество имен спортсменов. Мы добавили этот показатель. Видите, здесь стрелочка. Равно и решетка. Это означает, что поле мы сделали сами. После этого давайте переделаем это все в линии. Включим Label. Но нам нужны только Minimax, поэтому убираем здесь Minimax. И убираем минимум. Таким образом, ответом является 11174 спортсмена. Переходим к следующему. Вопрос звучит так. На каких Олимпийских играх было завоевано больше всего золотых наград? Мы берем год. Перетаскиваем его в столбцы. Для того, чтобы лучше играть. Затем сезон. Как видите, год у нас таков, что... Выглядит все довольно странно. Поэтому мы должны... И в данном случае у нас год имеет значение просто целого числа. Мы можем придать ему значение даты. И все станет немножко по-другому. То есть, если мы заново передачим его, то увидите, он воспринимает это как дату и иерархию. И будет выдавать года в необходимом формате. Затем берем сезон. Перетаскиваем его в строчке. И берем общее количество записей. После этого нам нужно посмотреть, какое количество наград каждого вида. Мы можем это сделать через цвет. Берем, убираем медаль. Перетаскиваем ее в color. У нас делятся они на все четыре вида. Но проблема в том, что у нас есть такой вид медали, как NA. Который ничего не значит. Но и в довольно большое количество. Поэтому можно его убрать с помощью фильтра. Вот. И теперь мы можем посмотреть, где было максимальное количество медалей. Золотых и бронзовых. Вот. Летом 2008 года у нас было 671 максимальная медаль. А что касается зимних олимпийских игр, то это произошло в 2014 году. Их всего было 202. Следующий вопрос. Звучит как на каких олимпийских играх был самый низкий в среднем рост спортсмена. Причем вне зависимости от того, какие это игры зимние или летние. Здесь все тоже довольно просто. Мы берем игры. Вставляем их в столбцы. Затем берем меру роста. Кидаем ее в строчки. И нам нужна не сумма рост всех спортсменов в данных олимпийских играх. А их средняя величина. В данном случае, наверное, будет лучше выбрать лайн-чарт. Но видно, что не очень понятно. Учитывая, что рост не может быть равен 0. Давайте поменяем и уберем 0 из этой оси. Нажимаем правое окно камеши. Дальше выбираем Edit Access. И убираем галочку с Include Zero. Для того, чтобы у нас сразу вывелось название, мы выбираем Showmark Labels, Min Max и выключаем в данном случае максимальное значение. То есть 177 см был в стройнии роста спортсмена. Это было на земных играх 60-го года. Следующий этап. С какого года начали проводиться олимпийские игры попеременно? В данном случае мы будем использовать код в качестве оси X. Количество записей мы кидаем в строчки. И после этого нам нужно разделить по цветам по сезону. То есть это произошло в 1994 году. Как видите, после этого начались различные разделения. Когда лепест-тигры начали сменять три друга. Пятый вопрос. Звучит, сколько всего за историю игр завоевала команда Азибаба золотых медалей? Здесь можно несколько решений. Но давайте пойдем от общего к частному. Посмотрим, сколько команда Азибаба завоевала за каждый год. И после этого посмотрим суммарное их количество. Дальше выбираем страну, для того, чтобы можно было более читабельно смотреть. Выбираем общего количества записей. Также нам нужно сконструироваться на медали. Разобьем ее по цвету. Очевидно, что здесь все очень удобно. Поэтому мы будем использовать фильтры. Прежде всего выберем то, чтобы у нас была команда Азибаба. Это делаем через фильтры. И после этого мы можем не использовать фильтры для медалей. Но нам нужно сделать теперь табличное вычисление. Это делается таким образом. Мы подходим к мере. Нажимаем правый окон Cummulation. Выбираем Quick Table Calculation. Running Total. То есть это кумулятивный результат будет выведен. Также стоит отсортировать медали таким образом, чтобы не было NA. Больше не большая ошибка. Вот. Все. Здесь все правильно. Только давайте растянем, чтобы можно было удобнее смотреть. И будем использовать формат Area, а не просто линейный график. И, как мы видим, здесь не все очень удобно. Давайте ассортируем, чтобы они были в правильном масштабе. То есть у нас золотых медалей. Суммар на изи-мапа заняла 17 штук. Серебряных. 5. И бронзовое выходное. Теперь мы на финишном тюрьме. Осталось ответить на два вопроса. Давайте перейдем к шестому. Который звучит как, когда начали соревноваться женщины в водном поле. Здесь у нас будет несколько разбиений. Возьмем сначала пол. Затем год. После будем смотреть все для каждого вида спорта. И суммарное количество спортсменов. Хотя здесь можно выбрать любую меру, на самом деле. Которая подходит для каждого спортсмена. Также, чтобы узнать, как какой-то сезон произошел, мы возьмем тул тип. И выберем спорт. Количество спорта. Водное поло. Значит, так сделаем. Смотрим на первую точку в графике для женщин. Видим, что это произошло летом 2000 года. Осталось ответить на последний вопрос. Кто был самым легким спортсменом команды из Австралии за все игры? Здесь мы используем год. Чтобы посмотреть все в динамике. Также берем регион. И вес. Спортсменом. Только нам нужно не сумма всех спортсменов данный год. А минимальное значение. И нам нужно выбрать страну. Это должно быть Австралия. Это если мы делаем все через фильтр. Дальше мы добавляем label, min max, maximum value и показываем это все. Вес 33 кг. Давайте посмотрим, кто это был. Full data. Та-да. Почти немножко по-другому взяли. Нам, чтобы не полностью все смотреть. Это у нас Лиза Муро. Таким образом, мы ответили на все вопросы второго дейса дата-йога. Таким образом.